Приветствую! На связи Александр Поляк, и в этом видео речь пойдёт о 10 заблуждениях об играх серии GTA, которые существуют в игровом сообществе. Здесь собраны самые разные моменты, от крупных до более мелких, от совсем глупых до неоднозначных, и я надеюсь, что некоторым зрителям это будет полезно, и уровень грамотности нашего сообщества игроков GTA станет чуточку выше. А прежде чем продолжить, хочу посоветовать канал Евгаша Beam Stream. На нём царит позитивная атмосфера, приправленная приятным оформлением, адекватной подачей и уважительным отношением к зрителю. Ведущий стримов большой любитель серии игр GTA, а также Звёздных Войн, Call of Duty и многого другого, так что вас ожидают самые разнообразные прямые эфиры, в том числе по нашему любимому великому автоугону. Советую зайти, заценить и подписаться. Ссылка на канал ждёт вас в описании. Название GTA было позаимствовано из одноимённого фильма Существует слух, якобы название Grand Theft Auto разработчики знаменитой игровой серии позаимствовали из фильма с таким же наименованием, вышедшим в 1977 году. Но на самом деле никаких подтверждений этому нет, а само словосочетание Grand Theft Auto это юридическое понятие в Соединённых Штатах, которое означает кражу автомобиля, как правило, без насилия. И потому, вероятнее всего, это понятие одинаково послужило основой как для названия фильма, так и для названия серии видеоигр. События GTA Online происходят до событий GTA V Это заблуждение, которое было создано самими разработчиками. Всё дело в том, что перед выходом GTA Online было официально заявлено, что события этой сетевой игры будут происходить за несколько месяцев до событий пятой части. Однако позже всё новые обновления давали понять, что время в GTA Online не стоит на месте и движется в ногу с настоящим временем в жизни. Наиболее наглядно это было показано в 2017-м в задании Mall Hunt в рамках обновления Gun Running, где в самом начале миссии говорится о том, что на дворе 2017-й год. Так как разработчики не прояснили сложившуюся картину, некоторые игроки таких тонкостей не уловили и до сих пор придерживаются мнения, что события сетевого режима разворачиваются до сюжета GTA V. Нико Белик, русский Ряд игроков считает, что главный герой GTA IV по национальности русский. Причём это мнение не ограничивается представителями русскоязычного сообщества игроков, а наблюдается также и у англоязычных любителей GTA. Причин всему этому несколько. Сюжет GTA IV часто затрагивает тему России и русскоязычного населения. Также для многих Нико имеет устойчивый русский выговор. Немало важно и то, что даже сами персонажи порою принимают его за русского, и также образ Нико в некоторой степени был основан на российском актёре Владимире Машкове, а точнее его роли в фильме «В тылу врага». На самом же деле точная принадлежность главного героя игры к какой-либо нации нигде не подтверждена, и он представлен скорее как просто выходец из Восточной Европы, что подчёркивал и сам Сэм Хаузер. Но при этом множество вещей указывает на то, что вероятнее всего он является сербом, так как имеет соответствующее имя, говорит фразы на сербском языке, прошёл войну на Балканах и так далее. Франклин – родственник СиДжея. Многие убеждены, что один из главных героев GTA V, Франклин Клинтон, является родственником СиДжея, главного героя GTA San Andreas, последнего даже называют отцом Франклина. Основания имеются разные, это и связь с женщиной Денис, которая была девушкой СиДжея, а в GTA V представлена тётей Франклина, это и различные отсылки к СиДжею в пятой части, и наконец то, что актёры озвучки обоих главных героев в жизни двоюродные братья. Но как бы велико не было желания игроков связать две части GTA и двух героев, никаких прямых подтверждений для этого нет. Более того, разработчики не раз прямо заявляли, что истории 3D игр GTA, куда относится San Andreas, и HD игр GTA, куда относится пятёрка, развиваются в разных сюжетных вселенных. А внимательное исследование этого вопроса подтверждает тот факт, что главные герои остаются лишь в рамках своих вселенных и не переходят в другие. Но даже если отложить тему вселенных, всё равно прямых и неоспоримых доказательств родства здесь не найдётся. Некоторые считают, что родители Франклина это СиДжей и Денис, но они познакомились в 1992, то есть лишь через 4 года после рождения Франклина. Также в год его рождения СиДжей вообще находился в Либерти Сити. Известно, что отец Фрэнка ещё в его глубоком детстве ушёл из семьи, а мать скончалась от употребления наркотиков. Что касается Денис, то это всего-навсего его тётя. Также в их общем доме есть фотографии родственников, но опять же, называть кого-то из них СиДжеем это необоснованно и очень наивно. Главный герой GTA 3 – Клод Спид. Клоду, главному герою третьей GTA, иногда приписывают фамилию Спид. Это связано с тем, что именно такую фамилию и имя имел главный герой предыдущей части серии, то есть GTA 2. Но во-первых, в тройке и в каких-либо официальных источниках об этой игре не содержится упоминание фамилии главного героя. Во-вторых, обе игры GTA представляют разные вселенные 2D и 3D. В-третьих, изображения Клода из второй части не особо сходятся с Клодом из третьей, хотя вот это фото с натяжкой ещё можно сопоставить. При всём этом сами Rockstar решили не давать чёткого ответа и однажды заявили, что Клод из GTA 3 может быть Спид, а может быть и нет. Влад Глебов – полное имя работодателя в GTA 4 В начале сюжета GTA 4 Нику приходится работать на русского мафиози Влада Глебова. Однако не все игроки в курсе, что его полное имя Владимир, а Влад – это просто сокращение, которое использовали разработчики, так как в западных странах плохо знакомы со славянскими именами, и там кажется вполне нормальным имя Владимир сократить до имени Влад, несмотря на то, что в Восточной Европе имя Влад означает Владислав. В GTA ещё не было главного героя женского пола. Многие игроки ожидают, что в будущих частях GTA появится возможность играть за женского главного героя, чего якобы ещё никогда не было в данной серии игр. Но на деле это не совсем так, ведь ещё в самой первой части, вышедшей в 1997 году, у игрока был выбор внешности главного героя, где также предоставлялось несколько женских вариантов. На сам сюжет и ход игры это никак не влияло, но факт наличия женского персонажа остаётся. GTA Advance и GTA Chinatown Wars относятся ко вселенной 2D. Здесь ряд игроков просто путается, полагая, что если какая-то часть GTA выполнена в упрощённом виде, имеет вид сверху и очень минималистично воссозданный игровой мир, то она обязательно относится ко вселенной 2D, так как технически обычно так и выглядят игры в 2D исполнении. Но дело в том, что вселенные GTA поделены в первую очередь по сюжету, а сюжет GTA Advance, его персонажи и город относятся к 3D-вселенной GTA, а Chinatown Wars по тем же самым признакам встроена в HD-вселенную, пересекаясь с GTA IV и её эпизодами. Виктор Цо... Кхм... Виктор Венс жив! Одно из очень стойких заблуждений гласит, что главный герой GTA Vice City Stories, Виктор Венс, не умирал в начале сюжета GTA Vice City. Кто-то ссылается на то, что внешность и звучание того самого погибшего совсем не соответствует Виктору, а кто-то утверждает, что это был третий брат Венсов, которого звали Пит. Но все эти доводы не имеют твёрдой почвы, во-первых, потому что разработчики открыто заявили, что именно Виктор погиб в начале GTA Vice City. А во-вторых, на официальном сайте этой игры дано короткое, но очень важное описание, которое гласит Виктор Венс, брат Лэнса Венса и глава преступного клана Венсов, всего два участника. То есть даже на сайте чётко обозначено, что в их преступной деятельности участвуют всего два брата, причём Виктор является главой. А официальный ответ Rockstar лишний раз подчёркивает, что именно он погиб на той самой сделке. Вот, кстати, рисунок из Vice City Stories, где показаны Виктор и Лэнс. Сюжет прямо как на той сорвавшейся сделке. Ну а что касается отличий в самом Викторе в двух разных частях GTA, то, увы, так сработали сами разработчики, которые порою допускают подобные нестыковки. Посмотрите хотя бы на Каталину из GTA 3 и San Andreas. В некоторой степени это будто бы разные люди с разным цветом глаз и кожи. А в GTA 4 и эпизодах вообще умышленно меняли предметы одежды и некоторые черты лица, нарушая каноничную внешность персонажей. В общем, нестыковки имеющиеся у Виктора совершенно не удивительны. Да, это приятный персонаж, но он погиб и это стоит принять, тем более, что разработчики сделали из этого очень красивую, поучительную историю. Серию GTA создали Сэм и Дэн Хаузеры Братья Хаузеры – это ключевые лица в GTA, которых назовёт практически каждый при вопросе о разработчиках этой знаменитой игровой серии. Вместе с тем многие полагают, что именно эти два человека являются непосредственно создателями Grand Theft Auto, что на самом деле не так. GTA была создана студией DMA Design под руководством Дэвида Джонса, куда братья Хаузеры и не входили. Именно эта команда в 90-е придумала проект Race and Chase, который впоследствии переименовали в GTA. Именно эти ребята заложили те самые основы, на которых будут строиться все последующие части серии. Например, сама концепция свободы действия и роль преступника. Или, допустим, задумка с городами – Liberty City, Vice City и San Andreas. Да, San Andreas – это изначально город. И прочее, прочее. Косвенно, Сэм Хаузер имеет отношение к развитию первой GTA, но это было совсем не так, как многие себе представляют. А стать буквально во главе всей серии и невероятно сильно развить её, братья Хаузеры смогли лишь позже. И безусловно, Сэм и Дэн внесли невероятный вклад в GTA, и вряд ли без них мы бы увидели столько крутых вещей, в которые любим играть. Но создали эту франшизу и заложили её основы другие люди. Какие ещё распространённые заблуждения о GTA вам известны? Напишите в комментариях, ведь возможно, это не последний ролик на данную тему. Надеюсь, этот материал был вам полезен и на некоторые вопросы вы смогли получить ответы. Буду рад вашим оценкам, отзывам и, конечно, подписке на канал с нажатием колокольчика, чтобы всегда оставаться на связи. А с вами был Александр Поляк, до встречи!